Первая ласточка от фабрики «Авангарда» в Горелинской библиотеке открылась выставка литовских фотографов, посвященная архитектуре Каунаса 20-30-х годов. Этот город был временной столицей Литвы в период между двумя мировыми войнами. Каунас законсервировался как город исторической независимой Литвы в период с 1918 по 1940. И это время очень такого буйного развития архитектуры. Выставка предоставлена посольством Литовской республики в России. Глядя на эти фотографии, можно легко проследить связь одного времени и двух городов. Удивительно, сколько общего можно найти в авангардной архитектуре Иванова и Каунаса. И Каунас, в общем, так же как и Иванова, или Иванова так же как Каунас, это не очень крупные для своих стран-города, хотя и достаточно заметные, которые в один и тот же период вдруг стали архитектурными центрами, в пространстве которых осуществлялись эксперименты, соответствующие, ну пусть разные, но все равно как бы идеологии, политики и какому-то самоощущению новому 20-30-е годы. И больше того, мне кажется, что вот эта архитектура Каунаса, она во многом нам дает возможность по-другому посмотреть на свою архитектуру 30-х годов. Фотографии, поясняют организаторы, свежие. Эти здания в Литве сохранились. Конструктивизм во всех его проявлениях. Здесь можно увидеть не только монолитные строгие фасады, но и внутреннее убранство. Это лаконичные, но в то же время выразительные интерьеры. Вообще литовская фотография – это в данный момент одна из наиболее интересных и таких динамичных фотошкол Европы, на самом деле, литовская фотография. Поэтому очень хорошо, что у нас в Иваново, у нас интерес к фотографии тоже очень большой, что вот у нас здесь есть литовская фотография в этом проекте. Выставка будет работать две недели, а 25 сентября ивановцев ждет еще один сюрприз. В город приедет Гентерес Чесонец, один из авторов фотографий этой выставки, и устроит мастер-класс. Мария Метлицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.